В природе 20 лет для медведя это преклонные годы. В условиях зоопарка и 40 не возраст. Сказываются сбалансированные питания, ветеринарные медобслуживания и отсутствие внешней угрозы. Вот и самарский умка, которому сегодня исполнилось 22, чувствует себя прекрасно. В самом расцвете сил. Мужчина у нас. В обычные дни рацион умки составляют каши с мясом, ягодами и рыбой. Очень любит яйца, может съесть сразу 20 килограммов еды. И только в день рождения ему позволено немного сладкого в виде двух тортиков. Сладости медведи любят, но для здоровья это медвежья услуга. Тем более зимой, когда вес хозяина тайги далеко за 300. Тортики умка поедает в полудреме, но в окружении гостей, которые собрались его поздравить. Мне кажется, что он очень добрый и у него тем более сегодня день рождения. Но даже когда у медведя день рождения, осторожность и деликатность обращений с ним не помешают. Об этом знают все его гости и соседи. Сибирская рысь, дальневосточный леопард, канадские пумы и волки. В Самарском зоопарке умка находится в том же окружении, что медведи живут в дикой природе. Про умку говорят, что он парень общительный и любит, когда много людей, особенно детей. Но фамильярного обращения к себе не допускает. Посетителям всегда напоминают, что зверь остается диким даже после того, как 22 года прожил в окружении людей. И только сотрудникам позволено приближаться к нему. Он может дать себе почесать спинку. Это он любит, да. Но это по своему настроению он может. Да, он дает мне и еще другому работнику, который его постоянно кормит, постоянно контактирует с ним. А в остальном достаточно внешне неповоротливое животное. Но когда надо, может быть, резким и с ним надо быть ухо востро держать. И еще одна медвежья особенность. Они не любят шумных компаний. Поэтому, чтобы зверь не нервничал, следует соблюдать тишину возле клетки. Это же относится и к ситуации в лесу. Бывает так, что при случайной встрече медведь оказывается более напуганным, чем человек. Медведя можно отпугнуть в Абхазии, в восточных странах. Там медведи некрупные. И если медведь попадется вдруг неожиданно, надо очень сильно шуметь. Кричать, визжать, топать, махать руками, медведи пугаются и убегают. Кусок льда вместо праздничного лимонада и на боковую. Зимой медведю положено спать. А праздничные шоу переносятся на лето. Особое удовольствие умки доставляет развлекать гостей зоопарка в бассейне. Все-таки сказывается цирковое происхождение. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События. Продолжение следует...